На этой неделе территории сел Баганыс Айрым, Ашагы Аскипера, Хейрымлы и Гызыл Гаджилы Газахского района Азербайджана вернулись под контроль Госпогранслужбы нашей страны. Тем самым в результате работ по делимитации определена линия границы протяженностью 12,7 км. Это определенный успех Баку и Еревана. Уже не в первый раз некогда враждовавшие республики договорились сами, без посредников. И вот результат. Наши села возвращены. Добрый вечер. В эфире CBC. Итоги недели в студии Михребанка Сумва. Я расскажу вам о том, чем же нам запомнились уходящие семь дней. О возвращении села не только мы поговорим с гостем нашего эфира. На связи со студией Эльгюн Сафаров. Доктор философии в области права, специалист по международному праву. Эльгюн, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Приветствую вас. Итак, мы говорим на этой неделе. Наконец-то нам вернулись наши четыре села. В принципе, мы об этом уже знали, но теперь они уже официально все на деле у нас. Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов говорил о том, что он положительно оценивает переговорный процесс, мирный процесс Армении. По его словам, именно прямые переговоры дают вот такой вот практический результат. И к таким положительным моментам можно отнести начало процесса делимитации, демаркации границы. И как раз вот четыре села вернулись. Мы очень долго об этом и с вами тоже говорили, ждали. На ваш взгляд, в такой ситуации, что бы следовало, какие выводы следовало сделать посредникам? В первую очередь, возобновление дипломатических отношений напрямую между Азербайджаном и Арменией, само собой, является очень положительным фактором, который повлияет на развитие Южного Кавказа. В данный момент процесс, который начался с 2023 года, и работа комиссии по делимитации и другие дипломатические отношения по другим вопросам, не только по делимитации гранит, ведутся и продолжаются. Это говорит о том, что между этими странами в данный момент находятся общие узлы, общие точки соприкосновения, и это будет продолжаться. Потому что направления различные сейчас в данный момент. Не только демаркация, различные международные дипломатические взаимоотношения по различным вопросам, которые носят даже по некоторым вопросам вопросы голосования в рамках ООН. Поэтому это только положительный момент. Другой момент, что сегодня надо держаться за эти пункты двум сторонам, потому что есть стороны, которые, третья и четвертая стороны, которые, само собой, не согласны с таким мирным разрешением этого вопроса. То есть есть стороны, которым невыгодно, как с экономической точки зрения, так с военно-политической точки зрения, так и с других моментов приведения мирного состояния между этими двумя странами. Разрешение мирным характера и возобновление дипломатических отношений, и развитие этого в рамках международных организаций, особенно в рамках ООН, этих взаимоотношений, будет влиять, как я уже сказал, не только на развитие в рамках Южного Кавказа, но и в общем мирного существования этих государств, этих стран, этих народов. Другой момент, что должны принять, какие меры должны принять третьи страны. Я думаю, что на данный момент в этом процессе третьи стороны даже не интересны, потому что Азербайджан и Армения, показав этот момент, очень, кстати, принципиальный момент, в котором сам глава правительства Армении принял принципиальное решение об этом вопросе. Сегодня, кстати, мы знаем, что и продолжаются эти митинги, которые четыре часа назад начались. И с апреля месяца, кстати, это движение началось, так называемое возглавляемым Багратом и Галстянаном, но он человек, который его поддерживает совершенно другие силы, но он понимает, что он подставной человек. Но в любом моменте эти процессы только положительные. И будут стороны и внутри Армении, и вне Армении, которые будут влиять на то, чтобы этот момент остановился, этот процесс остановился. Но я хочу сказать, что и снова хочу подтвердить, что на разных моментах, не только в рамках демаркации, дипломатических отношений, в рамках международной организации и других направлениях идут эти взаимоотношения по развитию этих двухсторонних отношений. И поэтому, если Азербайджан и Армения еще есть более другие моменты, очень принципиальные, до конца года, которые должны приняться решения, связанные между этими странами, будут приняты, то, само собой, мы можем говорить и соглашение, и мирное заключение соглашения между нашими странами, что и, само собой, уже переведет совершенно в другом направлении развития. Можно перевести их после соглашения мирного, как экономические отношения, как экономить также энергобезопасность системы, как Армении и Азербайджана. Эти моменты возможны, и все идет к тому, чтобы заключение мирного соглашения. И, кстати, мирного соглашения, уже большая часть принципов согласованы, каким образом, какие моменты должны быть заключены внутренне. То есть идет сейчас данный момент согласования этих принципиальных моментов, что и будет принесет к тому, чтобы не только мирного существования между этими двумя странами, но и, возможно, трехстороннее дальнейшее развитие, и, само собой, с Грузией и южно-кавказских стран. Эльгин, сразу спрошу, вы как раз коснулись принципиальные моменты. На ваш взгляд, что мешает, с чем не согласна Армения? Я бы не сказал бы, с чем не согласна Армения на данный момент. Вопрос в том заключается, некоторые силы, которые ведут работу внутри Армении, они пытаются, чтобы этот процесс остановился или замедлился. Само собой, всем ясно, что решение уже есть. И после 2023 года, когда Азербайджан вернул и Хан Кянды, и Ходжалы, и другие уже оставшиеся селы, этот процесс, который сегодня начался, который, не сегодня, извиняюсь, это процесс, который говорит о том, что после 19 апреля соглашение, заключенное нового, и внедрение его в силу, говорит о том, что в Азербайджан Армения имеют не только принципы, но идут в одном направлении в этом контексте. Но есть силы, которые не хотят, чтобы было заключение мирного соглашения на таком близком этапе. И это, само собой, очень важные моменты, которые влияют, кстати, с международной точки зрения тоже, на процесс. И это силы не против, так сказать, этого процесса, а напрямую против Азербайджана. Потому что на международном уровне усиление Азербайджана, то есть... Вы говорите о Франции? Я хочу сказать, что это не только франкофоны, это не только, само собой, страны, которые заинтересованы с экономической точки зрения, чтобы здесь была конфликтная ситуация. И страны, которые продают вооружение, и страны, которые с экономической точки зрения хотят использовать зависимость Армении с экономической точки зрения. То есть моменты очень важные. Здесь много чего можно сказать. И поэтому, когда сегодня строится этот мост между Азербайджаном и Арменией, данный момент, он очень ощутимый и очень такой чувствительный момент. Поэтому это очень важно, чтобы этот процесс продолжился. И, само собой, мы даже знаем, что происходило в начале 2000-х, в конце 90-х, когда были расстрелы в парламенте Армении. Не надо забывать об этом. Поэтому политическая стабильность Армении очень важна для оказания, для заключения мирного соглашения на близком этапе развития отношений. Ильгин, вот сегодня, на этой неделе и сегодня, мы продолжаем слушать разумные речи Никола Пашиняна, премьер-министра Армении. Он даже говорил своему народу, обращался, что нужно думать о реальной Армении, все исторические эти моменты оставить уже в стороне, мифы все, забыть об этом. Что мешало премьер-министру Армении принимать такие решения вразумительные намного раньше? Зачем нужно было доводить до войны? Оценка реальных возможностей Армении. Мы помним, когда в Шуше премьер-министр Армении, выпивший, так скажем, вина и так далее, он танцевал. Эти кадры перед нами сегодня тоже есть. И, само собой, оценка реальной ситуации Армении с военно-политической точки зрения говорят об этом. Но на данный момент, после 2020 года, все прояснилось, и всем было ясно, что Азербайджан доведет этот вопрос до конца. При участии миротворческих войск или без участия миротворческих войск этот вопрос будет решен. На данный момент перед нами и перед Арменией очень важны шаги, которые могут повлиять на развитие всего региона. То есть, открытие возможности Азербайджана, например, с торговой экономической точки зрения перевозить свои продукты и свои товары через Зенгизур, так скажем, в Нахачеван, тоже позволит развитию этих взаимоотношений. Создание более энергетической и безопасной системы и границы между Азербайджаном и Арменией, само собой, приведет к положительному развитию этих же сел, которые находятся по обе стороны границы. Поэтому, когда мы говорим, о чем идет сейчас вопрос, это очень важный момент сейчас происходит. Поэтому очень важно, чтобы и как в Азербайджане политическая стабильность присутствует, чтобы в Армении тоже эта политическая стабильность продолжалась больше, чем несколько лет. Потому что процесс этот очень долгий, и, само собой, стороны могут повлиять, некоторые даже террористические группы могут повлиять на процесс. И поэтому это очень важный момент, какие шаги будут и какие решения будут приняты на данный момент. И что получит от этого, само собой, Южный Кавказ, а что от этого получит взаимоотношения положительных от Азербайджана и Армении? Только положительные моменты, только с экономической, социальной точки зрения развития внутренних взаимоотношений и на международном уровне, само собой тоже. Оценка этих положительных. Я один момент просто хочу сказать, что уже неделю как и франкоязычные информационные агентства, и американоязычные, и более, и другие информационные агентства представляют информацию о положительном ходе событий. Но они все представляют эту информацию очень коротко. То есть четыре села указывают, говорят, что есть положительные моменты, но никто широко не раскрывает, как это было во время войны, как это было во время столкновения, просто даже когда были обстрелы. То есть тогда статьи были широкие, более мотивы раскрывались, очень другие моменты. Субъективные мнения раскрывались. На данный момент очень информационные короткие данные идут, потому что само собой стороны, которые не согласны с разрешением этого вопроса в таком формате. Вот вы сказали о политической стабильности, но что мы сегодня видим в Армении? Там постоянно были акции протеста, митинги. Каковы шансы Баграта Галстаняна? Он уже вот даже попросил католикоса заморозить его 30-летнюю духовную службу, то есть он готов стать премьер-министром. Религия – это очень важный момент, который, к сожалению, используется в политической точке зрения в Армении. И католикос и политика религиозная, которые используются в Григориянской церкви, имеют очень важное влияние, очень большое влияние на политику, на развитие страны. Она взаимосвязана, то есть есть несколько стран, которые имеют такую политику, где религия с политикой взаимосвязана. Так это Иранская Исламская Республика, это несколько стран Африканских, ну и Армения. И реальность в том заключается, что не согласовав вопросы с католикосом или же с религиозной, с Григорианской церковью, принимая решение, Никол Пашинян идет на риск, потому что это очень важный момент. Мы знаем, что есть и Дашнак Цун, мы знаем, что есть другие стороны, Асала и так далее, которые идут против. И кто за ним стоит, за этим Багратом Галстаняном, это очень важный момент, потому что за ним стоят не просто люди, которые из Павуша приезжают сюда, а люди и силы, и экономические возможности, которые поддерживаются, и как это возможно было, если он шел с десятками людьми, на данный момент уже в Ереване мы видим, что сотни людей собрались. И само собой это не люди, которые приехали из Тавуша, и само собой это не люди даже, которые собрались из Еревана. Понятно, что это организованный митинг, понятно, что совершенно другой принцип носит, и да, понятно, что здесь не вопрос только о четырех селах. Это вопрос мира между Азербайджаном и Арменией, который важен с стратегической точки зрения и очень принципиален на данный момент исторического развития. Мой последний вопрос, опять же, про Никола Пашиняна. На этой неделе он сделал, так скажем, скандальное заявление о том, что якобы две страны, организации договора о коллективной безопасности, помогали Азербайджану во время Второй Карабахской войны. На что в МИД России Мария Захарова потребовала разъяснить, о ком же речь. В частности, Пашинян сказал о том, что желание у этих стран было одно – уничтожить Армению как независимое государство. Мы знаем, да, Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан входят в ОДКБ. Кого же, по-вашему, имел в виду Никол Пашинян? Он же не уточнил, какие страны. Это длительный процесс. Мы знаем, что уже с 2022 года идет отторжение Армении из этого союза. Пытается как-то оттолкнуться. Например, не проводятся тренинги ОДКБ в Ереване, в Армении, а проводятся тренинги иностранных вооруженных сил из другого континента. Поэтому, когда мы говорим, что в чем вопрос, почему Пашинян выступает и почему он говорит об этом моменте, что принцип и целью является его, цель совершенно другая. И название партии его идет, как бы, выход. Выход из чего? Понятно, что из взаимоотношений, из этого союза, из военного союза, который в данный момент был заключен до него. И у Пашиняна совершенно другие принципы и взаимоотношений, и направления. И он думает совершенно о другом направлении. И не только он думает о лице, которые за ним, и силы, которые за ним. В данный момент Армения хочет использовать данную ситуацию, которая происходит, недовольство мирного населения, особенно, когда еще есть катаклизмы географические, так скажем. Он хочет использовать это соотношение и с медийной точки зрения других направлений для того, чтобы принять важные решения. Этот вопрос будет длиться не за один день и, само собой, займет время. И здесь, к сожалению, что Армения сегодня имеет очень много внедрений, очень много влияния с многих сторон. То есть это не политика, например, просто франкофонов. Это не политика просто Соединенных Штатов Америки. Это не просто взаимоотношения с Российской Федерацией на данный момент. Есть очень много углов, которые Армения в данный момент в середине. И, само собой, я бы хотел просто выразить один момент, что соседам в этом направлении и будущим партнерам, которые, возможно, будут в дальнейшем в этом направлении, может быть и Азербайджан. Поэтому данные, принципы, которые приняты в этом месяце и идут в направлении в этом направлении, позволят развитию этих взаимоотношений и, может быть, будут в дальнейшем более плотному и доброкачественному взаимоотношению между этими двумя странами. А вот третьи страны, которые пытаются внедрить свои принципы, хотят использовать Армению в другом направлении. Это понятно, что в данный момент Армения не хочет быть инструментом. Спасибо большое. Ну, будем следить, чем же закончатся эти акции. Я благодарю вас за то, что уделили нам время. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я напомню, Армения вернула Азербайджану. Четыре села, которые должна была вернуть. Об этом, а также внутриполитической ситуации в республике Армения мы говорили с Эльгюном Сафаровым, доктором философии в области права, специалистом по международному праву. Сегодня у нашего соседа, братской дружественной республики, день независимости. Главный государственный праздник отмечают в Грузии под лозунгом «Этот день твой». Множество культурных мероприятий в течение всего дня проходили как в столице, так и в регионах этой страны. 106 лет назад, 26 мая 1918 года, демократическое правительство Грузии во главе с Нойой Жордани провозгласило независимость страны от Российской империи, в состав которой грузинское царство входило с XIX века. Первая демократическая республика просуществовала недолго, всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза в 1991 году Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года. Именно с 1991 года Грузия отмечает 26 мая в качестве Дня независимости, уже в 33 раз. А вот встретила этот день страна в атмосфере крайне напряженной политической ситуации. Она вызвана принятием закона, как его называют в народе, об иноагентах. Его следствием стало обострение поляризации в обществе. Обсудим мы подробнее с гостем нашего эфира на связи с нами Георгий Бадридзе, ведущий научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывший посол Грузии Великобритании. Господин Бадридзе, здравствуйте и поздравляю вас с Днем независимости Грузии. Спасибо большое за поздравления, за пожелания и за приглашения. Я напомню вашим зрителям, что судьбы Грузии и Азербайджана тесно связаны, провозглашение независимости Грузии и Азербайджана произошло в одном и том же месте и почти в то же самое время. Так что с этих пор мы разделяем не только историческую судьбу, но в большей мере национальные интересы. Так что ваши поздравления и то, что вы назвали Грузию братской республикой, братским народом, имеют прочные основания. Господин Бадридзе, президент Азербайджана тоже об этом сказал. Он от себя лично, от народа Азербайджана поздравил руководство Грузии, пожелал процветания. Мы знаем, как вы уже сами сказали об Азербайджано-грузинских отношениях, их даже можно сказать, они идеальны. Мы действительно дружественные государства. Но вот с тех пор, как мы уже обрели независимость в 1991 году, за это время, если вкратце, как бы вы охарактеризовали уровень отношений на сегодняшний день? С самого же начала нашей независимости с 1991 года оба наших народа встретили очень серьезные испытания на пути становления своей независимости. И в обоих случаях это было связано с угрозами территориальной целостности наших стран. И я должен сказать, что в обоих случаях проблема состояла в том, что конфликты, которые искусственно, я подчеркну, несмотря на некоторую историю этих конфликтов, искусственно разжигались с одной целью – не дать Грузии, Азербайджану, кстати, и Армении тоже, возможности становления настоящей независимости, суверенитета и выбора своего пути. И я считаю, что очень долгое время конфликты применялись как главный инструмент против реальной независимости и суверенитета наших стран. Мы вместе прошли очень тяжелые 90-е, но мы сотрудничали тогда, когда получили возможность начать играть некую международную функцию. Грузия была провайдером, была своим образом, можно сказать, путем для Азербайджана на западной рынке, независимым и стабильным путем для Азербайджана. Сам Азербайджан стал ответственным участником международных отношений как стабильный поставщик не только энергии, но и как серьезная единица международной системы. Вот сегодня я считаю, что обе страны имеют потенциал вот эту функцию повысить, стать международным мостом для большого региона Каспийского, который нуждается в более тесных связях в западном направлении не только с Турцией, но и вообще с западными странами через Черное море, через Турцию и в Европу. Я думаю, что потенциал в этом отношении не до конца использован, и в этом плане наши страны должны очень серьезно работать вместе с нашими восточными соседями. Думаю, так и будет. Господин Бадридзе, теперь непосредственно о сегодняшнем дне, День независимости. Обычно в этот день с трибуны, если выступают власти, звучат поздравления, пожелания, намеченные цели. Но мы послушали, и сегодня, получается, премьер-министр Грузии обвинил президента Грузии, Солома Зуровишвили, в измене Родины, в предательстве. Я очень сожалею об этом, потому что действительно День независимости – это день единения вроде бы народа, и День единства, и слушать такие высказывания было очень неприятно. Но, к сожалению, это отражает то, что вы сказали вначале. Мы на самом деле в Грузии испытываем серьезные политические перетряски, и это связано с тем, что абсолютное большинство грузинского общества не приемлет то, что мы называем российским законом. Законом, путем которого власть пытается установить контроль над общественностью, над неправительственными организациями, над тем, которые на самом деле и должны контролировать власть, а не наоборот. Так что я думаю, что конфликт существует между обществом и властью, и я очень надеюсь, что он разрешится демократическим путем в октябре этого года на выборах. Я очень надеюсь, что мы не увидим каких-нибудь осложнений до этого. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, десятки тысяч моих сограждан собрались на акцию, которая, с одной стороны, празднует независимость, но с другой стороны, это тоже акция протеста. Эти протесты продолжаются уже более месяца, и они не утихают. Это огромное количество людей, которые очень четко выразили свою волю. Я очень надеюсь, что нынешняя власть в Грузии прислушается к своему народу и даст им сделать демократический выбор во время выборов в октябре. Соединенные Штаты Америки на этой неделе, мягко говоря, сделали такой, даже подарком, как это назвать в кавычках, обещали вести санкции, пересмотреть отношения с Грузией. Как вы думаете, чем дело кончится? Будут ли на самом деле такие ограничения в отношении вашей республики? Я так понимаю, что санкции, к сожалению, будут. И эти санкции, они появились не на пустом месте уже некоторое время. Высшие представители власти Грузии говорят о всяких теориях заговора, о мировой партии войны. Все это мы слышали много раз, и в основном мы это слышали и из Москвы, и, например, это можно услышать из других, не самых, так сказать, демократических стран. Это происходит в Грузии первый раз, потому что с самого начала, кроме вот таких братских стран, как у Грузии, как Азербайджан, Турция, главным стратегическим партнером нашей страны всегда были Соединенные Штаты Америки. Мы получили возможность выжить в 90-х и развиваться, в том числе благодаря помощи, которую мы получали, и обвинять власти США в попытках революции, переворотов. Это просто верх безответственности, я так думаю. Кстати, я напомню, что, например, те международные экономические и энергетические проекты, которые позволили Азербайджану окрепнуть и изменить баланс сил в регионе, которые в результате дали возможность вашей стране восстановить территорию целостность, эти проекты в своей большей мере были инициированы и поддержаны Соединенными Штатами Америки. Я был действующим дипломатом еще тогда и лично участвовал в переговорах, где США играли ведущую роль. Так что я считаю, что это дело касается не только США. Такого же мнения придерживается Евросоюз. И Евросоюз имеет полное право высказывать свое мнение о состоянии демократии в Грузии, поскольку Грузия сама, основываясь на воле грузинского народа, изъявила желание стать членом Евросоюза. А членство обретается путем исполнения всех вот этих критериев, которые лежат в основе этого союза. Так что когда Евросоюз или Соединенные Штаты Америки усказывают критику насчет демократических стандартов Грузии, насчет того, как власти Грузии ведут себя по отношению к своему же народу, они имеют на это право. Это не является вмешательством во внутренние дела, поскольку, как я сказал, Грузия является кандидатом в членство в Евросоюз и в НАТО. Так что грузинский народ сам изъявил волю, сам определил вектор своего развития, и эта воля в том числе закреплена в Конституции Грузии, 78 глава Конституции говорит о том, что власти Грузии обязаны сделать все необходимое для интегрирования Грузии в ЕС и НАТО. Так что, извините, говорить о вмешательстве, по-моему, неуместно. Я, с вашего позволения, добавлю одну вещь. Я понимаю, что не все страны разделяют интересы или желание стать членами неких союзов. Не все страны стремятся установить идентичную политическую систему. Я бы предостерег всех, кто по каким-то причинам поддерживает, а хотя бы думает о том, что если грузинские власти сейчас уступят или в Грузии победит либеральная демократия, это как-то негативно скажется на интересах этих стран. Подчеркиваю, про установление открыто пророссийской власти Грузии это будет, я не хочу преувеличивать, но очень серьезным вызовом для национальных интересов как и Азербайджана, так и Армении. Мы находимся в историческом моменте, когда Азербайджан и Армения близки к установлению мирных добрососедских отношений, к подписанию мирного договора. И это в корне меняет геополитическую обстановку не только на Южном Кавказе, но в более широком понимании смысла региона. И если в Грузии по каким-то причинам установится вот такая как раз откровенно пророссийская власть, то это, с одной стороны, отрежет возможность для Армении переосмыслить свои отношения с Россией, свою зависимость от России, с другой стороны, поставить вопрос над возможностью Азербайджана напрямую, без помех, иметь доступ к своим стратегическим союзникам в Турции и к западным рынкам. Я напомню, что в 90-х Россия яростно сопротивлялась проекту Баку-Тбилиси Джейхан как раз по этому поводу. Она пыталась оставить Азербайджан в зависимости, в том числе инфраструктурной зависимости от себя. И установление в Тбилиси пророссийской власти, я уверяю вас, будет крайне негативно влиять на интересы Азербайджана. Лучше всего двухстороннее сотрудничество, стратегическое партнерство Грузии-Азербайджана будет осуществляться, если в Грузии будет демократическая прозападная власть, выражающая волю грузинского народа. А воля – это и выбор грузинского народа был сделан давно. Мы считаем себя европейским народом и наше место в семье европейских стран. В это же время Грузия имеет восточные корни. И главная ценность Грузии как раз в том, что она может и добросовестно соединяет западные страны с Азербайджаном и потенциально со странами Каспийского региона. Все это может радикально измениться, если в Грузии установится пророссийская власть, и как раз общественность и оппозиционные силы Грузии очень сильно подозревают, что нынешняя власть как раз и является неким троянским конем, которое начало последнее время, особенно последние два года, все более и более открыто выражать интересы России, а не грузинского народа. Спасибо большое. Вот вы говорите, кстати, некоторые западные страны не особо жалуют Азербайджан, но это уже отдельная тема. Мой последний вопрос, он касается, опять же, будет касаться такого важного заявления, на мой взгляд. Премьер-министр Грузии заявил, что территориальную целостность страны планируется восстановить путем решения проблемы Абхазии и Южной Осетии к 2030 году. Это очень громкое заявление. В своем выступлении он заявил, что их цель вернуть обещанные земли или реализовать грузинскую мечту к 40-летию независимости Грузии. Насколько это реалистично на данный момент? В 1993-м Грузия была побеждена, можно сказать, в войне в Абхазии. И тогда Эдуард Шеварднадзе, лидер Грузии, был вынужден пойти на Попятную и вступить в СНГ. Нам тогда как раз это и обещали. Вот если вы будете паниками, если вы будете слушаться Москвы, мы вам вернут Абхазию и Южную Осетию. Мы это кино уже видели, мы это проходили. Так что, когда нам начинают опять рассказывать о том, что кто-то нам что-то подарит и обратно вернет, опыт говорит об обратном. В начале 1994-го года Грузия вступил в СНГ. Эдуард Шеварднадзе согласился принять из России министров и всяких представителей российских силовых структур, которые стали, можно сказать, наместниками Кремля в Грузии. Но как только он начал устанавливать элементарный порядок, когда он принял Конституцию в 1995-м году, когда он устранил вот эти бандитские группы, которые установили хаос в Грузии в начале 90-х, на него было совершено покушение в 1995-м году. Так что ему пришлось переосмыслить и начать политику балансирования. Как раз в этом моменте начинается стратегическая сотрудничество с Азербайджаном и попытка установить контакты с западными странами. Спасибо вам. Если подытожить. Это очень серьезный вопрос, но те, кто постарше, мы это помним. Я хочу очень кратко сказать, что да, я в курсе того, что у Азербайджана с некоторыми западными странами периодически очень напряженные отношения. Я знаю, что очень часто в этом виноваты те самые страны, которые на протяжении 30 лет не очень серьезно относились к вопросу территориальной целости и вдруг там начали проявлять интерес. Я понимаю это отношение, но я также знаю, что национальные интересы Азербайджана, экономические интересы, стратегические интересы, они все-таки связаны с тем, что Азербайджан должен продолжить иметь очень крепкие экономические связи с этими странами. И что очень надеюсь, что политические отношения могут быть исправлены. Кроме того, Грузия и Азербайджан различаются тем, что Азербайджан не пытается, не заявляет, что Азербайджан хочет стать членом Евросоюза. Так что у нас все впереди. Я думаю, что Азербайджан сможет преодолеть вот эти препятствия и проблемы, но я их не считаю стратегическими. Главный интерес Грузии и Азербайджана продолжить вот это сотрудничество и, как я сказал, играть более серьезную роль в связывании наших восточных соседей с западными. Спасибо вам огромное за то, что вы в этот праздничный день уделили время итогам недели. Благодарю вас еще раз с праздником. Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, на связи с нами был Георгий Бадридзе, ведущий научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывший посол Грузии в Великобритании. Мы говорили о дне независимости Грузии, которая отмечается сегодня. Отношения Азербайджана и Таджикистана вышли на самый высокий уровень. Теперь мы стратегические партнеры. В ходе государственного визита Эмамали Рахмона в нашу страну стороны подписали еще 13 документов о сотрудничестве. В центре внимания важный логистический маршрут последних нескольких лет. Это транскорспийский транспортный коридор. Ильхам Алиев призвал Баку и Душанбе объединить усилия в этом направлении. Азербайджан как связующее звено, страна, которая расположена на стыке Европы и Азии, со своей транспортной инфраструктурой играет огромную роль в этом вопросе. В свою очередь, Рахмон заявил, что в ходе переговоров лидеры достигли ряда важных договоренностей. Мы сегодня подробно обсуждали вопросы, связанные с промышлением. Мы также обсудили сегодня вопросы, связанные с геополитическими изменениями, ситуации в мире, ситуации в наших регионах, подробно прошлись по укреплению мер безопасности и наращиванию сотрудничества в этой сфере, рано как и вопросы, связанные со сферой образования, культуры, сельского хозяйства. Иными словами, даже состав делегаций наших стран говорит о широкой повестке дня. Но и главное, конечно, это искренность в наших отношениях, дружеский, братский характер отношений между Таджикистаном и Азербайджаном и, конечно же, личные контакты глав государств. Важное место в наших переговорах занял вопрос культурно-гуманитарного сотрудничества. В этом контексте акцентировали внимание на развитие сотрудничества в сфере образования. Договорились увеличить количество взаимно выделяемых код на обучение в вузах двух стран. Культурные мероприятия, которые проводились в рамках визита, еще раз подтвердили интерес и стремление граждан наших стран к знакомству с культурными засвящениями друг друга. Мы предложили нашим друзьям провести в следующем году в Таджикистане для культуры Азербайджана и в рамках этого мероприятия организовать фестиваль дружбы таджикского и азербайджанского народа. Самым важным наследием КОП-29 будет наша возможность сделать дополнительный, ощутимый, устойчивый шаг к зеленому миру. Так, президент Азербайджана ответил на вопрос телеканала Евроньюз. Наша страна, подчеркнула глава государства, выдвинула еще одну инициативу, которая будет новшеством для КОП. «Используя опыт Объединенных Арабских Эмиратов, теперь Азербайджана, а затем и Бразилии, мы хотим создать трехсторонний формат сотрудничества, поскольку каждая из этих трех стран вовлечена в решение различных вопросов регионального, политического, экономического и так далее характера», — сказал Ильхам Алиев. Отмечу, что интервью было записано в ходе 15-го Петербергского климатического диалога, проходившего в столице Германии, Берлине, в конце апреля. «Это должно быть сочетание усилий и солидарности. Мы должны перестать обвинять друг друга. Те страны, у которых нет нефти, не должны тыкать пальцем в тех, у кого она есть. Малые развивающиеся страны не должны требовать от больших стран ответственности за климатическую катастрофу. Это касается дипломатической, политической и финансовой сфер. Думаю, как принимающая страна, мы можем создать платформу для этого». Весь мир следит за продолжением скандала между Парижем и Баку. Напомню, что Франция обвиняет нас в разжигании напряженности в Новой Каледонии, в одном из крупнейших заморских территорий Франции. Безо всяких на то доказательств. Одни лишь публичные обвинения. Протесты в Новой Каледонии вспыхнули из-за попыток утвердить новый закон о голосовании, который, по мнению сторонников независимости от Франции, дискриминирует коренное население. Азербайджан, напоминаю, находится почти в 14 тысячах километров от Новой Каледонии и почти не присутствует в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все обвинения мы категорически отвергаем. Обсудим подробнее. На связи со студией израильский политолог Юрий Бочаров. Господин Бочаров, здравствуйте. Добрый день, друзья. Здравствуйте. Итак, МИД Азербайджана уже дал ответ Франции. Мы знаем, что Эммануэль Макрон совершил поездку в Новую Каледонию, где они вдруг увидели азербайджанский флаг и сразу сказали, что наша страна связана с сепаратистами. Это несмотря на то, что Азербайджан открыто, все как нужно, говорит о том, что нужно положить политике неоколонализма конец. То есть мы ничего не скрываем, но никакой связи с сепаратистами, естественно, нет. Что вы думаете по этому поводу? Что теперь Франция от нас хочет? Почему обвиняет нас? Неужели нет у нее больше никаких других проблем? Естественно, вы главный враг Франции на Южном Кавказе. Давайте уже во Франции раскручена тема. Плохой Баку угнетает демократическую Армению. Давайте поможем Армении оружием, давайте поможем Армении деньгами, давайте засудим Азербайджан. Ну и как бы в подтверждение этих фактов, что Азербайджан плохой, вот, он лезет что-то не в карман Франции, делая переворот в Каледонии. Вы понимаете? Это даже сказать с больной головы и со здоровой не о чем говорить, потому что Франция теряет свой статус в мире, Франция теряет свои колонии. Давайте не будем забывать, Франция в Каледонии 170 лет, она 170 лет грабила эту страну. Понимаете? Другого слова для этого нету, потому что, как мы видели на примере Нигера, где добывалось огромные залежи урана, и Франция платила лишь 5% от стоимости всего сырья, которое добывалось там, то мы можем представить, сколько платит Франция за тот никель. А не стоит не забывать, что в Каледонии находится 25% разведанных запасов никеля, и они производят почти 6% мирового запаса никеля. А сегодня, именно сегодня, когда мы переходим к зеленым технологиям, когда мы переходим на электромобили, никель – это основа аккумуляторов. То есть, его цена растет не по дням, а по часам. И даже там двухдневная остановка завода вызвала панику на бирже, и подскочила цена. Но, давайте не будем забывать, ведь на такой лакомый кусочек есть очень много рот ртов, тем более из этого региона. Не надо забывать про Китай, не надо про США, про Австралию, потому что это у них под боком. Это вам 14 тысяч километров от Франции и вообще 17 тысяч километров лететь, а там, как говорится, через дорогу. И почему бы не прибрать с помощью, так сказать, демократических преобразований, народ выбрал новую волю, народ выбрал новую власть. То есть, мы все уже здесь, на Ближнем Востоке, на Кавказе, видели, как делаются цветные революции. А помахать, так сказать, в угоду кому-то каким-то флагом – это вообще не проблема, потому что слишком лакомый кусок – это прана, слишком лакомые ресурсы. И поэтому, мне кажется, Азербайджанам там, как говорится, и не пахнет, но там пахнет другими соседями. Вот и все. Ну, Париж обвиняет также Москву и Пекин. Даже запретил пользоваться ТикТок в Новой Каледоне и пытается тем самым сорвать эту организацию протестов. Ну, смотрите, обвинить США, как говорится, он не может побоиться. Ну, а с Россией, естественно, понятно, Россия – это враг номер один. Китай непонятно кто, потому что после приезда лидера Китая в Европу и встречи с Макроном было ясно, что Макрон не игрок для Китая в регионе. Вот и все. Поэтому, знаете, утопающих хватает за соломинку. Не забывайте, что ему надо оправдываться и во Франции, потому что это экономика страны, это большой бизнес, это очень серьезный бизнес. И надо оправдываться перед бизнесменами своими, под своим, так сказать, своим парламентом. Вот. И самое главное, как у нас говорят, перевести стрелки. Азербайджан вмешивается, Москва помогает, про Москву еще не сказано, что Москва помогает, но скажут, что Пекин хочет. В общем, все виноваты, кроме политики Макрона. И не больше того. Он ясный, он умный, он светлый, он ведет к страну процветанию, но слишком много на его пути врагов, как внешних, так и внутренних, но в основном внешних. Вот и вся политика Франции на сегодня. Кстати, сегодня именно Макрон заявил о том, что у Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас. Господин Бочаров, мой последний вопрос, он касается климатического саммита, который пройдет в ноябре в Баку. Мы знаем, что Париж очень сильно обижен на нас, и вот даже сказал, что бойкотирует КОП-29 в Азербайджане. Почему идет на этот шаг? Может быть, это все-таки из-за финансов, не хотят тратиться? Или как вы думаете? Ну, вы знаете, дело в том, что давайте так, ну, если Баку не становится центром мира, то Баку становится центром региона и притягивает к себе все новых и новых игроков, все новых и новых политиков, все новые и новые страны и самое главное, притягивает к себе все новые и новые экономические проекты. Это главное. Понимаете? Все вокруг Баку начинает крутиться, его же крутится давно, серьезная экономика. А если от этой экономики откусить нельзя? Знаете, я все время в таких случаях вспоминаю басню Крылова, как говорит, «Солеса и виноград». Раз дотянуться нельзя, значит, виноград кислый. Здесь тоже раз откусить нельзя, Баку не пускает его свои проекты. Поэтому Баку плохое, виноград кислый и вообще, что нам делать на саммите, который ничего не решает. Вот и вся политика. Так что, вы, как я снова говорю, у нас на Востоке говорят, собака лает, а караван идет. Спасибо. Баскар в нужном направлении и дай Бог ему удачи. Спасибо большое, господин Бочаров, что присоединились к нам. Благодарю вас. Я напомню об обвинениях Франции в адрес Азербайджана из-за событий в Новой Каледоне нам говорил, комментировал Юрий Бочаров, израильский политолог. В конце прошлого воскресенья мы остались с вопросом, что же случилось с президентом Ирана. А в начале этой недели уже все СМИ сообщали, Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета. Вместе с ним не стало и министра иностранных дел Амира Абдалахияна и других высокопоставленных чиновников. Авария произошла в гористой местности по технической причине. Первым главой государства, который отреагировал на новость о жесткой посадке вертолета, стал Ильхам Алиев. Он сразу предложил помощь иранской стороне в поисках. Обгоревшие обломки разбившегося воскресенья 19 мая вертолета удалось найти лишь спустя 10 часов поисков, осложненных погодными условиями. Сейчас обязанности лидера Ирана исполняет первый вице-президент Мохаммад Мохпер. 63-летний Раиси долгое время считался потенциальным преемником верховного лидера Ирана Аятулы Али Хаминеи. Он стал заместителем прокурора Тегерана, когда ему было всего 25 лет. Был прокурором Тегерана. В 2014 году стал генпрокурором этой страны. В 2019 году Аятулла Хаминеи назначил его на влиятельную должность главы судебной власти страны. На президентских выборах Раиси победила в 2021 году. 21 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Исламской республики Иран. В Баку выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Сеидара Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахьяна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета. «Я приношу соболезнования народу Ирана. Это большая утрата, которая постигла не только иранский народ и государство, но и весь мусульманский мир», подчеркнул Ильхам Алиев. Ранее Баку и Тегеран определили будущие направления развития Ирана из азербайджанских отношений, провели широкий обмен мнениями по конкретным инфраструктурным проектам. Стороны также приняли важные решения. В ближайшее время откроется Азербайджан в предстоящий период будет проводить политику в направлении развития тесных отношений с Ираном. Гибель Раиси скорее всего еще больше сблизит страны региона. Сразу после того, как стало известно об инциденте с вертолетом, первыми свою помощь Ирану предложили, как я уже говорила, Азербайджан, Турция, Россия. Это те государства, которые не заинтересованы во внешнем вмешательстве. Все манипуляции западных сил они пресекают. Это были самые значимые события этой недели. Чем нам запомнится следующее? Смотрите, как обычно, в воскресенье в 21.00 на телеканале Си-Би-Си. До встречи.